С песней да пляской, да на свадьбку! А по паре орешина, по паре кудря моя, Черно кроем моя, черно гладой моя. Песен и плясок в этот день в горках ленинских было много. Праздновать этот самый важный день для любой молодой семьи принято широко. Ни стандартных смокингов, ни обычных платьев, женихи и невесты в своих национальных нарядах. У них разные языки, культура и религии. Но главное, что объединяет всех участников праздника, уважение к традициям. Если народ, который проживает на определенной территории, не сохраняет свои традиции, не сохраняет свои ценности, он обречен. 15 пар из множества регионов нашей страны поклялись друг другу в любви и верности так, как это делали их прадедушки и прабабушки. Пока молодожены принимали поздравления на сцене, в национальных шатрах шла подготовка к встрече молодых. Фарид, друг жениха, еще холостой, однако с церемонией своей будущей свадьбы определился давно. В Дагестане принято чтить национальные традиции. Я еще молодой, я не женился, но когда я женюсь, я обязательно сыграю свою свадьбу по традициям своего народа. Потому что так сыграл свадьбу мой отец, мой дед, отец моего деда, отец деда моего деда и все мои предки. А тем временем в соседней палатке молодоженов уже встречали. Встречали так, как это принято на Кубани. Молодожены Сергей и Ольга познакомились ровно два года назад. Позже они излитко встречались в гостях у общих друзей и уже чувствовали взаимную симпатию. Теперь в казачьей станице на одну семью больше. Помимо самого свадебного обряда, многочисленной публики, пришедшей в этот день в горки Ленинские, было где развлечься. Казаки устроили соревнования по рубке и лозы. Принять в нем участие мог любой желающий. А коза Буся в подвенечном платье вызвала восторг у всех окружающих. Да и вообще равнодушных на этом фестивале не было. Интересно, очень красочно. Здесь много всяких выставок, на которые можно сходить. Можно покормить животных, посмотреть на них, погладить. Свадьбы очень интересные. Великолепно, потрясающе. Мне очень понравилось. Во-первых, это как-то ново. И я не помню, чтобы у нас такое проводилось. Во-первых, если учесть, что я грузинка, здесь национальный свадьб, фестиваль. Это потрясающе. Очень классный день. Мы пришли сюда с родителями. Здорово провели время. Здесь очень много интересной публики. Все радуются, все веселятся. Спасибо огромное за такое мероприятие здоровское. Алексей, скажите, какой вечер лучше, в Соренто или в Ленинском районе? В Ленинском, конечно, лучше. Потому что это мое родное. Впервые свадебный фестиваль прошел в прошлом году в Коломенском районе. Идеи ее воплощения оказались настолько удачными, что теперь его решено проводить ежегодно. Самая большая трудность была в ожидании фестиваля в прошлом году, потому что он действительно был первый. Это был серьезный старт вообще в фестивале. Фестиваль абсолютно правильный. И с глубоким сожалению мы сегодня о себе передаем эстафету с глубоким счастьем для Ленинского района. Этот праздник традиционных семейных ценностей выпал на другую замечательную дату. День России. Эстафетную палочку у отпевших и отплясавших свадеб приняли артисты вечернего концерта. О любви к родине, добре и счастье пели в этот вечер группы после 11-ти и Алексей Глызин. Поддерживали певцов танцами коллектив «Осенний вальс» и даже зрители. Я Кремлев, Данил Свидерский, Ольга Садовская. Видное ТВ.